приветствуем друзья чем привет не ожидали а мы вернулись отдохнули вот чем мы делали все это время рассказывайте делали перестановку перестройку в доме перестройку перестановку но никак не перестройку сейчас я быстренько зрителям покажу у нас немножечко обновочек паши листочка будешь показывать сначала у нас был другой это только что папаша постелил да мы поэтому у нас вдохновение пришло нам нужно снять показать такой классный ковер толстый мягкий новенький из упаковочки целлофанчик только сняли еще пахнет ковром так вон там это все от ковров до дальше зрители последний рассмотрит у нас елка здесь была я собиралась сюда телек повесить и полочку купить для телека подставку вот но так как он для того чтобы все теле за перенести нам нужно сначала в комнате сделать тоже обновочку поэтому диван пока здесь будет стоять а телек в комнате вот или телевизор на свою голову как он свою голову мне нравится я сейчас так цветы я короче выкинула все цветы оставил отломила вот этого кусочек засунула в новую землю в мокрую приживется будет расти не приживется тогда ляулю да я хочу купить сюда хороший такой большой красивый цветок один или два будет красивых цветков дома и достаточно да так чё у нас здесь обновочка тоже сегодня только что постилили коврик а забыла сказать вы будем говорить о сколько мы купили этот ковер 35 долларов с налогами он стоил 330 была скидка 90 процентов именно поэтому поехали купили думаю мочу на старый лежит за копейки вон новый можно постелить даже я такой смогу купить улиц богатенькая так и вот этот ковр ковер тоже сегодня купили этот ковер мне очень нравится он такой приятный кстати он сделал турецкий сделал в турции я прочитала до хорошего качества очень ковер тоже на него была скидка 75 процентов и он нам обошелся во сколько 60 600 долларов а стоил он 250 где-то до 100 ну и пресс налог для стерка пресс налог до 75 шторки ой я сюда уже столько много шторок по по накупила поздавала купила сначала вот такие белые вот видите по идее должны были быть а потом думаю надо чем-то их разбавить и купила вот такие думаю может их по краям повесить а потом мы их повесили все вместе и решили что так будто здесь 8 шторок висит до их можно вот так делать периодически вот захочешь скучно будет вот так вот сделаешь эти средние две снимешь верхние останутся только белые штуки либо снять либо расправить а и мы их и закатят вешали да да давай расправим давайте расправляйте картину сверху или снизу картина под огоньками мне так кажется не знаю вот одним словом так получилось что я купил эти шторки купили этот ковер и у нас теперь такой немножко другой это сочетание цветов еще я здесь ковер поменял эти черненький он мягкий не такой как у сони в комнате да он очень мягкий сказала я поменял легко ты всю славу себе присвоила на самом деле папа съездил магазин купил позвонил мне ну а кто не могу сказать под моим руководством что-то в этом роде пишет как ты вот все к себе перетянула такой ковер короче мы с вами разговаривали и мы посмотрели оттуда сдалека на сюда и мне прям захотелось чтобы мы такие две штуки и мы сюда повесим коротенькие такие на такой же высоте да каким узлом ты тут завязывал каким узлом понятия не имею котята были каким смогла с таким и завязала чтобы они не распустили так кстати нам показал что вот эта картина с этим ковром будет отлично смотреться лис хорошо сочетается никита у нас сейчас в школе соня с коли сидят на занятиях на школьных а ты чё не на школьном занятии так у нас мы все эти в это время у нас тут шли дожди была плохая погода у нас все везде закрыто локдаун продолжается в нашем штате и кроме магазинов нас ничего не работает поэтому все это время сидели дома снимать нам было нечего и потихонечку такие вот обновочки делали то все когда у нас лиза идет в школу третьего точно самая главная новость какая 3 февраля лиза идет в школу настоящую потому что сегодня я отводил школу и был третий класс уже третий класса были через две недели ровно через две недели пойдет лиза эти две недели они будут в школе как и уникита через день через день потом каждый день следующую неделю а потом придет ли забыть через день и так далее потом пятый класс так 17 февраля коля пойдет в школу и ровно через две недели и ровно через две недели как 1 марта по моему да хотя нет написано наверное то у него с 1 марта уртся хорош с третьего короче они помним начале марта соня пойдет в школу своя лизочка рада прям вообще а то мы закисли дома детям хочется побегать попрыгать поскакать вот они дома пробегутся очень нравится там весело спортивные игры веселые не такие как там у нас там баскетбол были а какие другие да у вас зал делать делится на две части две команды есть много мячиков и мы их перекидываем на другую команду в конце времени когда время закончится свисток будет тогда у кого будет больше мячиков грязный двор то есть нужно допустить как можно меньшее количество мячей на твоей половинке быстрее оттопнуть я представляю какие вы все это нам нужно на бакьярде такое устроить так мы не друг друг будем перекидывать а соседям получится что у соседей будет они перекидывать не будет и вы без мечей останемся давайте-ка мы наверно это включим посмотрим их из включай светильнички ну-ка у знаете я прямо поменяла я поменяла штор ковер и вот такое чувство сразу как бы здесь дышать легче стало да так получше можно вот если допустим света мало или можно будет вот эти шторки верхние снять и оставить тебе будет светлей или можно вообще вот так раздвинуть вот так да кстати там старый ковер он висит папа его разрезал вниз будем стелить в это в ландре его вот убрали там в старые вещи старый ковер по выкинули все что еще расскажем мы знать как собираемся мы все время беседуем пересматриваем наши видео это с их страны в какую-то самое ехать место а мама анализирует ситуацию читает новости смотрят других блогеров какие подставы с ковидом может быть и все время как ты разреживаешь сцены я так понимаю что если мы уже объявление сделать что мы поедем если мы не поедем у меня в жизни всегда так если мы говорим о чем-то есть комнаты гораздо больше тех которых мы были такие многокомнатные они стоят столько что нашей семье съесть будет двадцать тысяч стоить милот с майкл в такую были в какой комнате были не в такой маленькой как мы я не знаю ничего потому что там там балконы огромные там гамаки висят на этих на балконах там условия совсем другие а вонная точно такая так ладно в мексик опять у них мексика почему мы не купили новый дом еще политическая обстановка напряжена короче сейчас пандемии домов вообще нет сейчас дефицит домов большой спрос и маленькие предложи мало предложений и много спроса получается и сейчас вообще и цены высокие домов нет короче не судьба поэтому и вот меняем дом не можем поменять но в тем не менее строительство идет а цены на строительство сейчас такие высокие что просто кошмар короче поэтому мы не участка не нашли участков новых не появляется вообще земли нет вот поэтому мы пока что вот все старые участки подорожали на 20 тысяч покупай да нет там их осталось 3 штуки остался их повысили в цене самые уродские которые мы видели короче получается продолжаем же здесь здесь жить в этом доме обновляем что-то в планах у нас спальню поменять стены покрасить ремонт сделать нет спальню поменять а мы на двуспалки с папой будем наверху или внизу сверху снизу еще цветы сейчас покажу да и у меня вот тут были мои остатки цветы я занималась давно лет 10 назад и вот у меня какие-то остаточки здесь были и теперь они вон все я им все выкинула ложки конечно оставим вот это все нужно будет выкинуть осталась наша пальма которую мы сами посадили из финиковые семечки когда я была беременна соней мы посадили семечка финика финики съели и они выросли и я достала там корни одни были только вообще ничего не было порвала все корни обрезала вот это вот если будет расти будет красивая пальма ставлю если нет тоже выкину просто жалко было мне как символизировала это напоминала сонину беременность это пальма на как часть нашей семьи да вот поэтому у нас будут покупки впереди мы же как то упустили такой момент что у нас соня с брекетами дать не рассказывали зрителям чем мы в инстаграме выкладывали да мы просто не уделили этому какому такого особого внимания уже полгода надо с брекетами сегодня вот папа поедет с неназвода врача как раз по моему же четвертый апойтный значит получается это четыре с половиной месяца ей подкручивают до это подтягивали там ей сначала меняли кое-что а теперь далее даже и прошлый раз и дали резиночки которая она сама может меня уже занято что у него сочель между знали у нее все было идеально кроме щелями вот как у папы как у верунер капустинский такой этот след след у никиты тоже до расстояние между передними зубами вы очень все ровные никаких проблем здорово что никогда не было никаких не кариесов ничего подобного ты со мной не пойдешь за никитой короче папа сейчас поедет sony на appointment навряд ли он там будет снимать потому что соня не меня даже не пускай не пускай до прошлого рассказать подождите здесь хорошо а мысли попозже пойдем за никиты в школу а кстати у нас никита прогулял как прогулял почти две недели школы до не почти просыпается он утром у него насморк сопли текут и голова сильно болит а я когда у него насморк что у него рвотный как и дарь рвотный позыв риф и рефлекс у него его просто получается течет не только на ну и в блок ну никита у него очень чувствительное горло и он вот на сопли на так реагирует и я испугалась его в маске отправлять в школу думаю еще там это с соплями захлебнется и чуть произойдет звонил и в школу и говорю что у это он приболел позвонили в школу нам сказали у вас симптомы к вида сидите дома 10 дней это учи это 10 дней без симптомов если когда симптомы пройдут еще 10 дней словом прошло дней 12 наверное с учетом выходных еще дней с учетом праздничный какой-то был день и вчера никита пошел но у него же симптомов никаких нет и к нему даже эта женщина как-то там секретарь который с пистолетиком температурным ходит она к ним короче никита с соплями прогулял почти две недели и прислали еще сообщение чтобы и остальные дети к школе не приближались но они имеют ввиду что мы можем быть носителями ну да так еще хочу вот перемену небольшую сделать хочу на стол купить эту крутилку какой-нибудь такого черного цвета как и называют такой поднос кругленький который можно крутить и на него поставить сюда соли и для фруктов что-нибудь купить у нас в обычных тарелках фрукты навалены иногда на мою да вот так вот намоешь их и они даже не умещаются так посмотрите на нашу погодку у нас все это время были дожди ураганы были кстати у многих крыши посносило деревья попадали несколько человек погибло вот у нас как-то все это прошло более менее нормально вот когда на той ночью именно был самый сильный ветер прям когда я спала прям вместо куда я спала прям в угол в этот дуло сильнее всего прям так так сильно этот ветер бил что я думаю это гром в общем то теперь у нас второй наверно или третий день такая прекрасная погода смотрите как классно лис покажи ушки смотрите на эту кошечку у меня есть еще какие-то вторые ушки которые никита хотел себе никита тоже себе такие шишки хочет они только девчачьи продаются он когда одевает девчачьи он такой смешной у них короче вот здесь белая ушки белые а вот это леопардовая как кот лысый я забыл сказать что мы идем за никиты все-таки в школу из-за того что у нас на улице дожди все время были все везде закрыты мы мало очень двигаемся и любую возможность побегать попрыгать дети принимают с таким счастьем пошли здесь через вот этот мусор ужас вот вышли пораньше ли сейчас хоть побо по полю по побегает до лис побежала несколько кругов хоть побегает слушались а чё такое везет вон тут то работница не значит это трандулет это работница это такие штуки чтобы перевозить коробки коробки а она возможно сейчас повезет эти конусы оранжевые на дорогу она живет переводит помогать перейти детям лиза увидела говорит смотри мама оранжевая полоса видите двор за разделен оранжевой краской пополам это видимо чтобы дети друг с другом не смешивались чем больше детей в школе тем больше детей гуляют на переменке чтобы они класс классом группа с группой не перемешивались видимо тут делят их половина поля одному классу половина поля другому классу лиза машет там что-то нашла чё там лиз дерево спилили а она видимо упала во время урагана у нас здесь прям вообще страшные вещи какие-то происходили людям просто спальнях на кровати падали на них деревья и когда был ураган дети в школу не ходили не учились а это корни до подняли бетон так сколько там 37 градусов фаренгейтов на улице температура привет привет лиза говорит у тебя у нас дома для тебя три сюрприза говори какой ну пошли устал да целый час математику целый час это какой-то кошмар ты теперь умеешь считать до скольки до миллиарда никита еще в пять лет умел до тысячи считать и кит вам школе температуры меряют ну в начале перед занятиями меряю смотри он там оранжевая полоса это вас разделяет как-то да ну там на поле начерчено сейчас расскажет подожди подожди две полосы где а на 4 части скажи а вы гуляете только вашим грейдом то есть первоклашки или с вами еще второй третий класс киндергартен гуляет сначала все киндергартены потом киндергартены все заходят потом очередь первоклашек да они все в разные времена окей хорошо все что требовалось доказать ты на переменке снимаешь маску на улице потихоньку а если тетки которая вас охраняет увидит будет ругаться что нужно отойти куда-то они сами говорят а можно отойти и в сторонке одному подышать до без маска ну хорошо хоть так а то я думала они на вас тут сразу свистят если вы без масок вы продолжаете в классе все кушать столовую не ходите да не где-то вам кто в класс еду приносит учительница ваша или специальные работники смотрите никак горшки эти не выкину растения стоят на улице люди подумают что-то они тут поставили цветы да вот этот карпет из ливенрума порезали он не с не рассыпается ничего крепкий такой вот постелили сюда дорожку сюда искали искали ничего хорошего не нашли картину сюда вот эту повесила это шторки которые не повесил то есть я покупала много тут надо сдавать шторки из принеси его сюда у нас тут произошел вчера казус такой небольшой она во первых красная так там были только рыжие оранжевые красные это такая дудочка как по-английски называется рекордер вот и у лиза занятия в школе сейчас на таких дудочках на музыке они играют и нужно было лизе в школу сходить и купить за 5 долларов такую и она сходила купил для такой же цвет по моему да а никита увидел у лизы и у него чуть инфаркт не случился он тоже хочу такую вчера и плакал и переживал мне пришлось сегодня за их в долларовый магазин и купить ему дудочку будут к концепту они вообще одинаковые по моему да я не знаю и когда за какой третий сюрприз а я в долларовом еще увидел такую игру кидать эти дротики будешь играть ой короче вешаешь на стену кидаешь маленькой получили посылочку из костка руки разрисованы фломастером потому что лиза взрослая ей уже можно ножом открывать посылки я где-то прочитала что магний нужен для того чтобы нервные клетки новые образовывались то есть у кого много стресса у кого нервы болят вот это очень хорошая штука соль магния и витамин b6 надо еще принимать и я заказала в костка вот такой вот соль порошок прочитала что он просто круто действует тех кого нервы болят и кто вообще волнуется много переживет кого много стресса очень круто помогает для здоровья короче мама будет лечиться ну-ка до вкуса получается лимона и малины столовую а это вот такой а это измерительная ложка вот такую ложечку в день надо выпивать с водой размешивать и пить посмотрим мама станет спокойная нервничать перестанет это называется соль магния конечно мы знатно насвинячили уже ложечку и еще нужно вместе с вот этим принимать кольца говорят чтобы не было диареи от этой соли а что понос можно пить она соленая соли говорю соль магния я специально пришла показать вам дерево у нас недалеко от нас по соседству его спилили и убрали уже вот так вот вырвало с корнем дерево упало но прям лежала вот тут вот так вырвано дерево такой у нас ураган был а он там видите крышу поснесло всю черепицу или что там но много короче у нас здесь поломок и аварии было ну рассказывайте что мы сделали лиза подходит и говорит мам ну не смотрится здесь золотые квадратики я достаю масляные краски кисточки папа приезжает а я стою с кистью картину папочка скажешь нормально теперь смотри как сочетается с ковром вообще идеально как лиза скажет не сгадали у нас будет мебель меняться шторки меняться мы будем все раскрашивать раскрашивать друзья у нас вступительное видео в этом году она коротенькая не длинная скажем так в скором времени будут новые более объемные видео на этом мы с вами прощаемся всего вам доброго до свидания пока до свидания всем пока до свидания лиз мы что-нибудь с тобой еще придумали еще что-нибудь накрасим да 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 что вы нигде не делите мама сними котя потом кое-что я хочу показать папа отойди-ка до свидания Алена вообще не поймешь в чем дело до свидания ну не может оставьте кофе спокойно делаете ехать за reseм у